Сейчас в это трудно поверить, но совсем скоро весь противоположный берег реки Кудепста будет заселен людьми. Участки там будут давать многодетным семьям. Две улицы будущего микрорайона уже получили соответствующие названия – семейная и гостеприимная. В микрорайоне Кудепста, там где еще совсем недавно собирались строить ТЭС, участки получат около ста многодетных семей. Еще один новый микрорайон появится в стиле Верхнениколаевская. Там уже название получили улицы Родная и Глициний. Еще два новых микрорайона для многодетных появятся в Лазаревском районе. В Головинке отныне имеются улицы Архитектурная, Пальмовая, Мечтателей, Романтиков и Побратимов. А в микрорайоне Вардоне – улицы Мятная, Лаймовая и Оливковая. Уже порядка двух лет ведется большая работа по формированию земельных участков для предоставления многодетным нашим уважаемым семьям. После того, как был утвержден проект планировки и проект межевания этих трех микрорайонов Лазаревского района, администрация города обязана присвоить номинование улицам, которые там расположены, для того, чтобы потом уже передавая, это были уже земельные участки с адресом. Всего в Сочи появилось 13 новых улиц. Названия им были присвоены не случайно. Их выбрали коллективно членами межведомственной комиссии. Это как продолжение, вы знаете, вот как в песне Антонов поет – «Пройду по Абрикосовой, сверну на винограду». Как бы продолжение. У нас же курортный город, хочется, чтобы улица красивая, там Пальмовая, Оливковая. Там уже существует переулок Вересковый, переулок, а улица Финниковая. Поэтому вот как бы продолжение этот район такой. Хотелось тоже красивую улицу, романтиков, мечтателей. В других городах тоже есть такие улицы. Мы как бы воспользовались опытом и меняли. Ну, названия красивые. Сейчас администрации города стараются уйти от традиции присвоения улицам мемориальных названий. Так что появление в Сочи новых благозвучных топонимов – только первый шаг к преображению курорта. Со временем таких мест в городе станет больше. И тогда, возможно, про сочинские улицы сочинят еще не одну песню. Галина Захарова, Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.